Даже вот это видео, где он опровергает смерть Делимханова, где они сидят на фоне карты заблюренной, у него очень серьезные явно проблемы со здоровьем. Поэтому не исключено, что не так далеко будет его уже личная встреча со своим отцом, и, возможно, отец сам его за все эти вещи поругает. Так, ассалам алейкум, как ты относишься к мнению, что ты и ад от проекта ФСБ, потому что вы уделяете 90% внимания Кадыру и его шакалам, чтобы сместить фокус внимания от истинной проблемы и беды путинизма? Алейкум ассалам. Как я могу к этому относиться? С улыбкой, наверное. Я даже не знаю, стоит ли это как-то эти вопросы, ну, подобного рода вопрос. Как-то раскладывать. Он смешной, наверное, чтобы не обидеть, скажу так. Он просто смешной. Наоборот, мне кажется, подозрение в том, что люди работают на наших врагов, подозрением этого является то, когда они разделяют между нашими врагами. То есть, что получается? Путин нам враг. А, например, если Кадыров нам не враг, чиновник Путина, получается нам тогда и Медведев не враг. Нам и... То есть, это как? Вот как в этой схеме понять? То есть, чтобы вот... Нужно именно Путина критиковать, только Путина. Если ты кого-то другого критикуешь, что это признак того, что ты работаешь на них, у меня наоборот такое впечатление, что те, кто эти мысли озвучивают, как раз они заслуживают какого-то пристального изучения. Ребята, это очень странно. Какая нам разница, какой представитель этого Кремля, кто бы он ни был, если он относится к той стороне, и ты по нему работаешь, по нему бьешь, то ты в принципе в правильном направлении выпускаешь все свои стрелы. А если ты разделяешь между ними, типа вот он это, его не надо, а вот его надо, получается ты этого выводишь, ты делаешь его своим? Или кто он тогда для тебя? Вот Кадыров, он кто? Или в чем там вообще претензия? Или меньше надо в него стрелять, что ли? А кто это опять-таки решает? Как в этом? Где есть какое-то правило, сколько процентов времени кому уделять? Короче, это смешно. Бро, вы слишком много внимания уделяете этим слугам сатаны. Наоборот, лишайте их своего внимания, ибо через него они получают вашу энергию. Они колдуны. Программируйте хорошее будущее себе, жизни тебе, бро. Так, спасибо тебе за совет немецкий. Так, всем, всех благодарю, всех, кто прислали вопросы. Все любые темы, которые мы здесь озвучили, точнее, которые я здесь озвучиваю, я их озвучиваю только из соображений того, что это важно. То есть я, почему я сегодня поговорил о вот этой смене риторики? Потому что я хочу на это обратить ваше внимание, я считаю это важным. Не потому что отдельных лиц каких-то там, а я считаю важными, абсолютно. Я в упор их не замечал, когда они по Украине гастролировали. Я и сейчас бы их также не замечал, если бы в том, что они говорят, не было бы слов их хозяев, понимаете? Вот что здесь важно. Эти сами, эти люди, да, они абсолютно ничтожны. Но смена риторики, вот эти все эти моменты, их нужно хорошенько отслеживать. Иначе в какой-то момент можно очнуться сторонником Кадырова. Многие могут очнуться и оказаться на той стороне. Чтобы этого не было, чтобы обращать на это внимание, я об этом говорю. Так, Абдул Керим, что у нас там еще? Рубрика «Письма». Ага. Так, вы же помните мою рубрику «Письма от российских генералов»? Так вот, сегодня у нас есть очередное письмо, но на этот раз не от генерала. Так, сейчас мне нужно его найти у себя в имейле. Нашел. Итак, рубрика «Письма от российских генералов». Но на этот раз письмо пришло не от российского генерала, а письмо пришло с того света от Ахмата Хаджи Кадырова. Значит, вот даже адрес. Ахмат Хаджи Кадыров, собачка.gmail.com Приветствую тебя, Тумсо. Вслед за российскими генералами Лапиным и Студеникиным, теперь и я вынужден написать тебе и посредством тебя обратиться к своему сыну Рамзану Кадырову. Ты не подумай. Я, прежде чем написать, отправил с десяток писем самому Рамзану на имейл и обычной почтой на наш домашний адрес в хос-юрте. Но он не читает электронную почту, а обычная почта у нас и не работает нормально. Письма не доходят. Да, есть такая проблема. В общем, перейду к сути. Я недавно смотрел совещание моего сына с силовиками, где Рамзан заявил, что я его наставлял не попадаться живым в руки врага. В случае опасности попасть в руки, мол, я ему говорил, взорвать себя. Вот это видео. Здесь Кадыров действительно рассказывает, говорит, что чеченец не должен попадаться в руки, попадаться в плен. И нам мой отец, он говорит, говорил, типа, вы ходите с оружием, вы ни в коем случае в плен попасться не должны. А если вы будете, если будет угроза попасться в руки к врагу, то взорвите себя, мол, говорил Ахмад Кадыров. Так вот, дальше читаю письмо. То есть мой сын утверждает, что я одобрял самоубийство в случае опасности пленения. Тумсо – это великая клевета на меня. Я всегда был противником этого. Я даже спрашивал об этом уважаемых шейхов, об этих самоподрывах. И они тоже запрещали подобное. Вот видео, где я спрашиваю об этом. Имеет ли мусульманин право убить себя? И в каких хабсайдах он это имеет право? Чтобы был ясный ответ, я отвечаю. Мусульманин не имеет право убить себя. Не только не имеет право убить себя. И убить другого мусульманина. Или немусульманина не имеет права? Продолжаем. Читает письмо. Тумсо, я вообще никогда своим детям подобных боевых наставлений не делал. Так как они в них не нуждались. Ведь они никогда не воевали. Старший увлекался наркотиками. А младший Рамзан, ну его ты и сам видишь. Он у меня всегда был недоразвитым. Но детей, как и родители, не выбирают. Увы, чем богат, тем и рад. В общем, прошу тебя, разъясни этот момент людям. И очисти мое честное имя от этой клеветы. Надеюсь, ты передашь это мое послание. Заранее благодарю с наилучшими пожеланиями Ахмад Хаджи Кадыров. Ну, Ахмад Хаджи Кадыров, я твое послание передал. Конечно, не могу гарантировать, что он его услышал. Так как до этого письма от Лапина, от Студеникина я ему тоже передавал. Но он не поменял свои тактики. Такие его очень сильно звали тогда на поле боя, чтобы он приехал, возглавил эту специальную военную операцию в Украине. Они готовы были в качестве рядовых идти за ним. Но он так и не отправился на войну. Ни он, никто из его близких тогда и не поехал. Поэтому услышит ли он тебя, прислушается ли он к этому, не знаю. Но в целом твое имя от этой клеветы, я думаю, скорее ты сам его очистил. Ты предоставил мне эти видеоролики. Действительно, Кадыров старший не призывал никогда взрываться. Он действительно спрашивает здесь у этих шейхов, у какого-то шейха, не знаю, кто этот шейх, интересуется этим вопросом. Тот говорит, что нельзя ни в коем случае совершать самоубийство. Ну и насчет того, что дети самого Ахмата Кадырова, Рамзан и его старший брат Зелимхан, что они никогда не воевали. И в принципе не было смысла им делать такие наставления. Он тоже прав. Зачем говорить вообще о попадании в плен, о том, что нельзя сдаваться и так далее человеку, который априори никогда не может попасть в этот плен, потому что он не воюет. Старший реально увлекается наркотиками, кайфует. Младший, ну действительно дурачок, который, я думаю, что не в раннем возрасте, даже не в подростковом, наверное, сам начал ходить в туалет. То есть даже в туалет он сам, наверное, начал ходить очень поздно. Поэтому вряд ли Кадыров старший мог бы делать такие наставления. В общем, как бы там ни было, ты мне пиши, Ахмад Хаджи, я твои письма буду зачитывать и очищать твое имя от подобной клеветы. Так, последние наши минуты. Уделим нашему чату. Ассаляму алейкум. Мне кажется, что быстрее с Берлускони, с Кобзоном, со всеми остальными встретится Кадыров. Чисто если по состоянию здоровья посмотреть, но Путин, по-моему, вполне здоров, а вот у Кадырова реально проблемы. Даже вот это видео, где он опровергает смерть Делимханова, где они сидят на фоне карты заблюренной. Ну, состояние здоровья Кадырова там оставляет желать лучшего. То, как он говорит, как он дышит, как он выглядит. У него очень серьезные явно проблемы со здоровьем. Поэтому не исключено, что не так далеко будет его уже личная встреча со своим отцом. И, возможно, отец сам его за все эти вещи поругает, сам ему все это расскажет. Субтитры сделал DimaTorzok